ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госавтоинспекторы в Кирове продолжают уделять повышенное внимание чересчур затонированным автомобилям. За первую декаду июня, сообщает областное управление ГИБДД, в регионе было выявлено почти 350 любителей глухой тонировки. Они привлечены к административной ответственности. А это штраф в 500 рублей. Кстати, в некоторых городах водителей, не удаливших темную пленку и попавшихся повторно, отправляют под административный арест. ТРАССА СТО ОДИН Министерство внутренних дел не считает нужным наделять мотоциклистов правом двигаться между рядами автомобилей. Соответствующую инициативу ранее озвучил вице-премьер Игорь Шувалов. В МВД подчеркнули, что ПДД разрешают движение строго в пределах полосы, причем байкеры могут ехать параллельно, соблюдая безопасный боковой интервал. Также полицейское ведомство не одобрило введение для мотоциклистов отдельных стоп-линий. ТРАССА СТО ОДИН СМИ сообщают о том, что Рено Дастер второго поколения будет представлен не в сентябре этого года, а уже на следующей неделе. Машину сделали на другой платформе, что повлекло заметные внешние и внутренние изменения. А вот двигатели, по некоторым данным, останутся прежними. Ожидается появление и семиместной модификации популярного кроссовера, которая будет длиннее пятиместной примерно на полметра. ТРАССА СТО ОДИН В Ставропольском крае стартовало производство внедорожника DW Hover H3. В базовой комплектации с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 149 л.с. и шестиступенчатой механикой автомобиль обойдется в 1 млн 230 тыс. рублей. Означение весьма неплохое. Круиз-контроль, кондиционер, камера заднего вида, датчики света и дождя, подогрев сидений, обогрев зеркал и лобового стекла и другие опции. Китайские ученые заявили о том, что сумели сделать бензин из углекислого газа. Горючего получилось немного, несколько миллилитров. Однако специалисты уверяют, что это очень перспективная технология и, что немаловажно, весьма экологичная, так как в топливе из СО2 нет вредных примесей. Единственная проблема – его дороговизна. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова